Заводской шоссе в Самаре ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей. Большая часть из них – тяжелые грузовики. Как следствие, дорожное полотно быстро приходит в негодность. Но это не повод, говорят инспекторы, оставлять все как есть. В отношении должностного лица, ответственного за содержание железнодорожного переезда, составляется административный материал в соответствии со статьей 12.34 Кодекса административных правонарушений. В отношении юридического лица возбуждается административное дело. Мера административного воздействия – 300 тысяч рублей. Штраф – крайняя мера. Дает время устранить недочеты. Срок – неделя. За этот переезд тоже отвечает частная компания. Бизнесмены обязаны содержать пути в надлежащем состоянии. Представитель компании оправдывается, мол, ситуацию мониторят постоянно, а тут упустили. Этот переезд, на котором мы сейчас с вами находимся, можно сказать, наихудший. Все остальные, если мы проедем дальше, с рейдом поедем, вы сами убедитесь, что находится в более качественном состоянии. Здесь, честно сказать, недоработка должностных лиц, в частности, имеется и моя недоработка. Все выявленные нарушения будут устранены в установленные сроки. Подобные рейды проводятся ежемесячно. Ответственным за состояние передышки не дают. Всего в Самаре 65 железнодорожных переездов требованием ГОСТа. По данным инспекторов, не соответствует ни один из них. Основные недочеты – это отсутствие предупреждающих знаков и разрушенное асфальтовое полотно между рельсами. Ответственным за содержание ежемесячно выносят предписания. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...